Друзья, привет! Hi! Приветствовался на канале «Английский язык по плейлистам». Мы с вами продолжаем наш плейлист, который так и называется «Английский язык до автоматизма версия 2 с нуля до уровня Advanced». Но, опять же, повторюсь, это не нулевой уровень. На самом деле мы достаточно быстро усложняем материал и идем к высшему уровню в английском языке или удобства все видео добавляем в данный плейлист, который так и называется. Очень удобно смотреть именно последовательно. Значит, по плейлистуете и слушать фоном. Сейчас же у нас с вами урок на повторение. И далее обширная контрольная работа в рамках нашего плейлиста на основе всего того материала, что мы проходили до этого. Поэтому еще раз все повторите, посмотрите лексику, грамматические тонкости и так далее. Мы же идем далее. Дорогие друзья, огромные трудолюбцы, только вперед! Итак, значит, мы с вами вкратце повторим, что разбирали. И далее также не забудьте пройти диктант по словам. Краткий диктант, чтобы проверить знания по лексике. Итак, мы с вами разбирали, значит, время, основное время в английском языке, которое называется Present Simple. То есть то, что необходимо знать в первую очередь. Это настоящее простое время. Мы с вами разбирали два, значит, случая. Первый случай, когда у нас с вами I, we, you, they. И когда просто идет глагол. Или на английском глагол означает verb. Verb – это глагол. То есть I, we, you, they плюс глагол. Вот плюс на английском это будет... Еще важно обращать внимание на произношение. Это будет именно plus. Plus. И пример. Я вижу свои ошибки. Я вижу. I see свои, то есть мои, my ошибки, mistakes. I see my mistakes. Я также знаю, что... Я также... I also знаю, know, что... That... Мы все делаем ошибки. Мы все. Значит, мы. We. Все all. Далее внимательно. Делаем ошибки. Это устойчивая фраза. Make ошибки, mistakes. То есть вообще делать. Значение выполнить – это do. Но с make есть нет. Устойчивая фраза тоже означает делать. Просто нужно запомнить, что мы говорим именно make mistakes. Но я работаю над этим. Но я работаю. But I work над... Над – это он. Этим – it. But I work on it. Еще раз. I see my mistakes. I also know that we all make mistakes. But I work on it. Отлично, друзья мои. На самом деле, не только простые, но более сложные предложения, разговорная конструкция. Значит, второй случай, когда у нас с вами, значит, he, she, it. В этом случае мы глагол добавляем в общем случае as. То есть plus verb plus as. Тоже очень важный момент. Например, он часто путешествует, и это кажется очень интересным. Он часто... He often... Путешествует... Travels... И это... And it... Кажется... Seems... Очень интересным. Very interesting. Отлично. Видите, уже строим такие предложения. He often travels... And it seems very interesting. Далее обратите внимание в рамках нашего полистана различные конструкции и лексику. В частности, конструкция «мне нравится» – это конструкция «I like». То есть используем здесь именно личные местоимения «I». I like. К примеру, «мне нравится этот отель». «Мне нравится» – «I like» – «этот отель» – «this hotel». «I like this hotel». Далее. «Мне нравятся эти бесплатные уроки английского». «Мне нравятся» – «I like» – «эти», «these» – «бесплатные», «free» – «уроки» – «english» – «lessons». Это устойчивая фраза «english lessons». Уроки английского или уроки английского языка называют и на «english lessons». Запомните это выражение. А «free» – это бесплатные. Получается «I like» – «these free English lessons». И я чувствую себя таким счастливым, что… «Я» – «and I» – «чувствую себя». «Feel» – мы говорили это «я чувствует себя таким счастливым». «So happy» – «что…» Помните конструкцию «я думаю что», «I think that», «я вижу что», «I see that» и так далее. Здесь тоже самое связка именно что «that». «Что?» «Я могу изучать английский здесь». «Я могу…» «I can» изучать английский. «Learn English» здесь «here». Мы говорили, видите, «can» и сразу идет глагол. Итак… «I like these free English lessons and I feel so happy that I can learn English here». Итак, present simple. Вот формула. «I, we, you, they…» «plus verb». «I see my mistakes». «I also know that we all make mistakes, but I work on it». «Я работаю над этим». Если я хочу сказать, к примеру, я работаю над ними, то есть над ошибками, тогда я скажу «on» над ними, «on them», «on them», «над ними». Но здесь по умолчанию просто говорим «над этим», «on it». Далее. «He, she, it…» «plus verb…» «plus as». И здесь, видите, мы говорили «не оглушайте», мы говорили в каких случаях как раз произносим как «з». Еще раз повторите как раз этот материал. «He often travels». Специально для вас не ленился, а подчеркивал. На самом деле, может показаться рутинный труд, но он мне доставляет огромное удовольствие как раз, чтобы это видели и чтобы вот эти ошибки искореняли. Поэтому, видите, эта вот рутина на самом деле превращается в радость, когда я это делаю. «He often travels and it seems…» «very interesting», «I like this hotel», «I like these free English lessons», «and I feel so happy that I can learn English here». Еще раз повторите, как раз мы используем связку именно «that». Значит, в этой конструкции, значит, «feel happy» и аналогичных. Далее, что мы еще разбирали вкратце? Сейчас повторите лексику, например, часто путают. Это «здесь», «здесь» будет «here», «там» будет «there». «Этот», «этот что-то», «this». «Эти», «these». Далее еще раз повторите различные связующие слова. Например, «потому что». Ну, как будет «потому что». Вот еще раз, принеси поувереннее. Вот еще раз, я плохо слышу. Так, еще раз, вот увереннее сказать это слово. Правильный ответ. «Because», «because», «because». Вот о чем как раз я и говорю, что не «because», а «because», «ze», «ze», «ze». Не оглушаем «because». Далее, «но» или «а», это «but», «когда», «when». И помните, мы говорили, что в сложных приложениях мы видите без запятых. То есть, еще раз, пробуйте тот материал, запятые лишние не ставьте, здесь они не нужны. Далее, мы изучали конструкцию «иметь», это конструкция «have». И если единственное число исчисляемое, значит, читаем артикль «э» или «эн». «Have», «э» или «эн», если единственное число исчисляемое. Например, «у меня есть компьютер». «У меня есть». «I have a computer». Видите, на согласный звук «к», поэтому «э». «I have a computer». «У меня есть свободное время». «У меня есть». «I have» – свободное время. «Свободное» – «free». То есть, «free» – это бесплатное, «free» – это свободное время, «time». «I have free time». Вот время в английском неисчисляемое, потом, видите, здесь нет артикля. Но обычно говорят по-другому. «I have free time», а «у меня мало свободного времени». «У меня», «I have мало», «little», «свободного времени», «free time». «I have little free time». «У него есть деньги». «Помним, что если «he», «she», «it», добавляем «s», но есть исключение, видите, «have», «has». «У него есть», «he has», «деньги», «money». «Помним, что money» в английском языке неисчисляемое, видите, артикля здесь нет. «He has money». Далее, такой пример. «Я знаю этого человека». «Я знаю». «I know этого человека». «This person». Совершенно правильно задали вопросы в комментариях, почему здесь нет артикля. Значит, нужно запомнить, когда видите указательное местоимение, в частности «this», после «this» артикль не нужен. Например, после таких слов, как «this» не нужен артикль, после «another» не нужен, просто нужно запомнить. Поэтому привыкайте к этим оборотам и используйте их уже как готовые. А вот именно мы говорили про эту конструкцию, видите, что в общем случае нужно. А так после «this» не нужно, совершенно правильно вы заметили. Ещё раз повторим. Итак, «here», «there», «this», «these». Не оглушаем. Это краткий звук «this» – это логический звук «i». «this», «because», «but», «when», «have», «an», «I have a computer», «I have free time», «I have little free time», «he has money». То есть не оглушаем, тоже «has», часто любят оглушать «has money», и если «an», начинается нагласное «помним», например, «яблоко», «an apple», и так далее. «I know this person», «this», «another». Далее. Помним вот такие конструкции «я знаю что», используем именно «that», «I know that», «я чувствую что», «I feel that», «он понимает что», «он понимает». Не забываем поставить «что», «верно», «as». «He understands that», «я вижу что», «I see that», «I see that». Что касается глагола «can», к примеру, я хочу сказать «я могу выучить английский онлайн», «я могу». «I can», «выучить английский», «learn English», «online», «online». То есть «can» и глагол. И тут неважно «I», «he», «she» не меняются, ни «can», ни глагол, ни «s» здесь не добавляются. И говорили, что «learn English» — это «учить английский», «learn English» — это «выучить английский». Что и что понимаем из контекста. Например, хотим сказать «он может выучить английский здесь». «Он может», «he can» выучить английский, «learn English» здесь «he». Все, никакие здесь «s» не нужны. То есть «can» здесь это правило не работает. Вот в общем случае, да, но с кем не работает, просто включение нужно запомнить. Далее будет также другой материал. Будут еще как раз добавлены другие грамматические тонкости. Далее, вот такое предложение. «Мой друг живет в Англии». «Мой друг», «my friend», значит, поправьте меня, если я вдруг ошибаюсь, «живет», «live» в Англии, «in England». Правильно это или нет? Да, совершенно верно. Здесь ошибка. Мы говорили, если нет, видите, местоимение в чистом виде, то мы смотрим на подлежащее, какое местоимение означает. «My friend», «мой друг», означает «he», «on», поэтому «he», «she», «it», «that's as». Поэтому «lives», «lives in England». «Мои друзья также делают это». «Мои друзья», «my friends» также делают это. «Do it», «my friends also do it». Здесь означает «они», «my friends», потом «s», видите, здесь не нужно. Еще раз. «I know that», «I feel that», «he understands that», «I see that». Обращаю внимание, мы с вами делаем акцент не просто когда «the», но вообще старайтесь имитировать произношение, повторять. И когда просомариваете плейлист, конечно, для повтора очень хорошо слушать фоном данный плейлист, но также полезно, если есть время повторять. Потому что обращаю внимание также еще на долготу звука. К примеру, видите, «feel», долгий звук «feel», «I feel» или «see», «I see» и так далее. Старайтесь имитировать произношение слов и интонацию, чтобы действительно улучшить произношение и запомнить еще лучше. Тоже хороший способ. Далее. Отлично. Также помним различные местоимения, например, «мой», «my», «твой» или «ваш», «your». Далее. «Наш». Причем он часто называет «наш». «Наш» будет «our», «их», «the», «его». Как будет «его»? Вот еще раз, пожалуйста, повтори. В принципе, здесь ситуация аналогичная с «because», да? То есть мы говорим, но мы все равно оглушаем. Хотя вроде бы разбирали. Правильно, «his». За этим следите тоже. Это ошибка, достаточно большая ошибка. «Ее», «her». Это тоже важное местоимение. Еще раз как раз это отработать. Особенно вот это, что путает «our» и «the». «our». Чаще всего забывают. «My», «your», «our», «the», «his», «her». Отлично, друзья мои. Отлично. И как было сказано в начале, в рамках нашего плейлиста будет диктант. Вот такая новинка. Сразу есть диктант на этом уроке. Просто выборочно. Вот мы с вами изучали различные слова, фразы, выражения. Просто выборочно проверим некоторые слова и выражения, как вы знаете. И вы сразу поймете, видно, есть у вас какие-то пробелы, и может у вас уже все сейчас даже от сбов уже отскакивает. Возможно, будут какие-то проблемы, как было сказано в начале, «I see my mistakes», или как было уже сказано, «we all make mistakes», да, но мы работаем над ними. Поэтому не ошибаюсь тот, кто ничего на самом деле не делает. Это всем известный факт. Итак, вот проверяем следующие слова и выражения. «Смотреть различные видео на YouTube». Здесь мы по умолчанию просто используем само слово, то есть глагол, как он есть. Вообще в английском языке «что делать» означает «to». Например, «делать» это будет «to do», а «я делаю» это будет «I do». То есть вообще смотреть это «to watch», «to watch», а я смотрю «I watch». Но мы для простоты просто сокращаем, просто используем сам глагол, о чем было сказано. «Watch different videos on YouTube». Это просто еще раз, видите, еще одно значение слова «to». Далее, «ходить в школу». Далее, «ходить в школу». «Go в школу». «to school». «Go to school». «Мужчина». «Man». «Мужчины». «Men». «Некоторые планы». «Some plans». «Some plans». «Ребенок». «Child». «Дети». «Children». 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 Мы говорили, что по умолчанию используем «child» и «children». Также еще иногда используются «kid» и «kids». Но по умолчанию «child» и «children». «Ходить туда». «Go there». «Интересовать меня». «Интересовать меня». «Interest меня, me». «Учиться в школе». «Study at school». «Сказать это». «Say it». «Ходить на работу». «Go to work». «Вот вообще в идеале так отработать уроки, чтобы вы могли вспомнить не просто правильно, но достаточно быстро. Если вы вспоминаете, но нужно добавить на время, значит желательно еще раз отработать более то, значит, на высоком уровне, на более высоком уровне это сделать. Потому что в реальном времени вы будете думать и о словах, и о выражениях, и о грамматике, а все вместе это гораздо сложнее. Поэтому отработайте еще раз лексику в уроках. Итак, повторяем. «Интересовать меня, watch different videos on YouTube». «Go to school». «Go to school». «Man», «Man». «Some plans». «Child», «Children». «Kid», «Kids». «Go there». «Interest me». «Study at school». «Say it». «Go to work». «Ходить в это место». «Ходить». «Go to this place». «Go to this place». «Сказать мне об этой проблеме». «Сказать мне». «Tell me об этой проблеме». «About this problem». «Поним, если кому-то, то это tell». «Tell me about this problem». «В другом месте». «В другом». «In another месте place». «In another place». «Получать реальные знания». «Получать». «Get реальные real знания». «Без каких-либо проблем». «Без каких-либо проблем». «Без». «Without каких-либо». «Any проблем». «Problems». «Without any problems». «Фильмы». «Мувис». «Происходить». «Случаться». «Happen». «Happen». «Учиться в университете». «Учиться». «Стадия в университете». «Играть в эту игру». «Играть в эту игру». this game play this game мой лучший друг my best friend my best friend go to this place tell me about this problem in another place get real knowledge without any problems тоже не оглушаем за этим следим movies happen study at university play this game my best friend тренироваться очень интенсивно train очень интенсивно very intensively train very интенсивно эти вопросы these questions these questions these questions жить за границей жить live за границей abroad live abroad поддерживать меня support me support me на ли с артиклем выбирайте думаете или э или н апельсин апельсин an orange an orange учиться здесь study here study here казаться очень важным казаться seem очень важным very important seem very important женщина woman женщины women 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 различные хобби различные different hobby hobbies different hobbies мокзир от тебя западутmans амер TEх bеть а то всегда всегда говорить это всегда говорить это всегда always always говорить это всегда 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 always говорить это say it always say it always say it train very intensively И, к примеру, предложение Он всегда говорит это Он всегда He always Говорит это Says it He always Says it Согласен с тобой Согласен Игри С тобой With you И также можно перевести Соглашаться с тобой Игри Игри в английском это глагол Далее такая вот фраза Мне действительно нравится Мне действительно нравится I really like I really like Это другая фраза Тоже фраза У него также есть У него также есть Безусловно он также имеет He also has He also has У меня также есть I also have I also have В другой стране In another country In another country Который Which Который, которые Which Далее с артиклем думайте Что поставить или Э или Н Яблоко An apple An apple Наш начальник Это словно Наш босс Our Boss Our Boss Иметь Мотивацию Have Mотивation Have Mотивation Учиться За границей Study Abroad Study Abroad Тоже видите Здесь никакие предлоги не нужны Просто study И abroad Паналоги есть Live abroad Work abroad Жить за границей Или work abroad Работать за границей Итак Agree Agree With you I really like He also Has I also Have In another Country Which An apple Our boss Have Mотивation Study Abroad Интересно узнать, какие у вас результаты Сколько у вас правильных или наоборот Может быть неправильных ошибок Вот из этих 40 Соответственно Видите Пунктов Или можно сказать Таких вот вопросов Что нужно перевести Фраз Слов Это очень интересно И в первую очередь Это для вас Вот сигнал к тому Что да Возможно у вас все Просто уже Высший пилотаж А может быть Есть некоторые Маленькие недоработочки И нужно поработать В рамках плодиста Еще раз повторить Пожалуйста Если мы все делаем ошибки Просто действительно Я тоже делаю ошибок Очень много Тьму ошибок Мы стараемся над этим Работать И давайте в заключение Здесь еще Небольшая проверка Небольшая проверка Некоторых слов Наречий В частности Всегда Всегда будет Always Далее Часто Often Обычно Usually Иногда Sometimes Есть такое правило Что видите Что касается Always Often Usually То мы их ставим В середине Например Я всегда Делаю это Будет I always Делаю это Do it I always do it Или я часто Это делаю I often Do it Или I usually Do it Да, на русском Можно сказать Часто я делаю это Или обычно я Вы тоже начинают Но говорить Обычно я Вот в английской грамматике Мы ставим это в середине Это важное правило И мы в середине Что касается Sometimes То без разницы Можно поставить И в середине Или в начале Или в конце То есть Я иногда Делаю это Будет I sometimes Do it Можно сказать Иногда Я Хожу туда Sometimes Я хожу туда I go there Sometimes I go there Это происходит Иногда Это происходит Вспоминаем глагол Происходить Это happen It happens Sometimes То есть Имейте в виду Что sometimes Может быть Где угодно В отличие от Always Often Usually Итак I sometimes Разумеется Здесь Как З I sometimes Do it Sometimes I go there It happens Sometimes Друзья мои Отлично Вот такое было Мега погружение В английский язык Это просто потрясающе Готовьтесь Теперь к контрольной работе Прорабатывайте Действительно Материал Не совсем Для нуля Он усложняется Достаточно быстро Чтобы дойти До высшего уровня Друзья мои Готовьтесь И далее Контрольная работа Thank you very much My friends Еще раз Пламенный привет Всем огромным трудолюбцам See you Bye bye Увидимся Bye bye Пока пока